МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кузница спортивных кадров. Ростовская училища Олимпийского резерва отмечает юбилей. Театры, музеи, кинозалы Ростовской области с сегодняшнего дня могут принимать еще больше посетителей. Соответствующее изменение в постановлении регионального правительства внес губернатор Василий Голубев. Специалисты отмечают, что ситуацию по коронавирусу в Ростовской области удалось стабилизировать. Уже длительное время коэффициент распространения инфекций и суточный темп прироста заболевших остаются у нас в области на стабильно невысоком уровне. А количество выздоравливающих вдвое больше числа инфицированных. Так, с 11 июня увеличивается разрешенная наполняемость филармонии, концертных, театральных и кинозалов и других учреждений культуры. Теперь они могут быть заполнены не на 50, а на 75%. А при строгом соблюдении санитарно-эпидемических правил откроют и офлайн-продажи билетов. Кроме того, губернатор призвал ростовчан и жителей области осознанно подойти к принятию решения о вакцинации. Более 260 миллионов рублей в виде субсидий выделили от правительства Ростовской области на завершение строительства многоквартирного дома в Батайске. Работы закончили в этом году и уже 70 семей обманутых дольщиков получили долгожданные квартиры. Игорь Самоиличенко приехал в Батайск с севера в 2006 году и приобрел квартиру в этом комплексе. Привлекла цена и близость к Донской столице. Спустя три года из-за отсутствия финансирования строительные работы в многоквартирном доме были приостановлены, а застройщик признан банкротом. Когда меня спрашивали об этой квартире, у меня просто сердце щемило. Я просто не знал, что сказать, потому что деньги потеряны. Ну а в 2020 году, точнее в 2019, нас нашла председатель нынешний, Башкатова Надежда Петровна. Нашла, сказала, что те, кто оплатил 100% стоимость, нужно оформлять документы на свою долю. Спустя 10 лет, благодаря выделенным субсидиям от правительства Ростовской области, строительство возобновили и довели здание до ввода в эксплуатацию. Сейчас здесь 96 квартир, из которых 70 для семей обманутых дольщиков. Во-первых, мы сделали новый проект, мы сделали обследование дома. За все эти деньги нам просто потом вернули за счет субсидий. Сначала мы заплатили свои деньги, потом за счет субсидий нам все это вернули. Коммуникации тоже были оплачены все. При соединении в доме есть вода, свет, лифты. Все работает. Глава Донского региона Василий Голубев вручил ключи собственникам, поздравил новоселов и отметил, что в этом году уже 1174 семьи обманутых дольщиков получили жилье. Напомню, что благодаря бюджетным субсидиям с 2016 года в Ростовской области удалось достроить уже 17 проблемных многоквартирных домов, в процессе еще два. За пять лет решены проблемы почти пяти тысяч жителей. Сейчас качество исполнения этих работ, то, как сработал застройщик, под контролем, при инициативе людей, позволило сделать его очень хорошим. И обустройство внешнее позволяет здесь комфортно себя чувствовать. Я уверен, что такой некий пример, несмотря на долгострой, приличный долгострой, который состоялся. Так что у правительства области другой задачи нет, чем использовать абсолютно все механизмы, созданные сегодня на федеральном и региональном уровне. Губернатор Ростовской области отметил, что таких объектов в Батайске девять, шесть из которых завершат с участием федерального фонда, а три за счет застройщиков и самих жителей. Владимир Корловский, Елена Сарксян, Олег Бабенко, ДОН-24, Батайск. До восьми лет тюрьмы грозит жителю Южной столицы за незаконную продажу сильнодействующих препаратов. Мужчину задержали с поличным при попытке сбыть медикаменты. Как сообщили в областной полиции, до этого за подозреваемым наблюдали. Закупка была проверочная. В машине задержанного стражи порядка обнаружили 120 пачек с запрещенным препаратом. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, где подозреваемый получал лекарства для последующей продажи. Еще один автобус загорелся в Донской столице. Сегодня утром на улице Аганова пламя охватило транспортное средство, в котором находились пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области. Никто не пострадал. Десять минут потребовалось для ликвидации ЧП. Были задействованы восемь человек и две единицы техники. Напомню, это уже не первое подобное происшествие. 16 и 26 мая в Ростове уже происходили пожары в автобусах. По этим фактам прокуратура региона проводит проверку. Более 400 миллионов рублей в 2020 году было выделено на развитие паркового хозяйства Донской столицы. Депутаты городской думы вместе с журналистами проверили проделанную работу в муниципальных парках культуры и отдыха. На территории Ростова-на-Дону девять таких объектов. О том, в каком состоянии сейчас находятся места отдыха для горожан узнали наши корреспонденты. Анфитеатр наш, это вообще очень тоже востребовано. Излюбленное место, наверное, для малышей. Не только. Единственный детский парк в Донской столице пользуется популярностью и является излюбленным местом не только для малышей, но и для взрослых жителей города. Ежегодное финансирование этого объекта, названного в честь Вити Черевичкина, 15 миллионов рублей. Работает? Работает. А как по-другому? Таблицы с QR-кодами, обновленный мост влюбленных, мафы, детский комплекс. А самое привлекательное место для посетителей в летний период – это детский плескательный бассейн. Родители могут только наблюдать. Глубина бассейна 60 и 90 сантиметров. То есть родителям это по колено. Во-вторых, безопасность детей, чистота воды. Для нас приоритет. Наполняемость бассейна детьми, я думаю, 15-20 человек, не более за один период работы. Следующая остановка депутатов Ростовской городской думы – парк имени Островского. Самый большой в Донской столице, площадью 28 гектаров. Чистота, никаких порослей никакой нет. Но одно удовольствие отсюда. Мы с северного жилого массива приезжаем сюда. В парке работают как бесплатные, так и коммерческие досуговые объекты. Детские игровые площадки, спортивные тренажерные комплексы, современная система полива и более 40 аттракционов, которые обновляются ежегодно по рассмотрению специальной комиссии Гордумы. Нужно внимательно рассмотреть, и мы обязательно на заседании Думы решение зафиксируем. Мы каждый год делаем 2-3 аттракциона, модернизацию, покупаем новые, меняем, содержим этот фонд, стараемся содержать в надлежащем виде, потому что каждый год аттракционы проходят освидетельствование. Последняя точка визита – парк имени Первого Мая. Он состоит из двух уровней – исторический и клинический. Пока это один из проблемных объектов Донской столицы. Если можно, вы, пожалуйста, с помощью специалистов, в связи с управлением культуры подключаете, но в таком виде не должно быть. Должны быть здесь газоны, должны быть здесь цветники. Парк существует без внебюджетного финансирования. Несмотря на это, работы по благоустройству ведутся в планах восстановления исторического облика с сохранением современных деталей. Мы надеемся, что в ближайшее время управление культуры больше будет заниматься именно развитием парков. Это касается и новых, которые будут появляться. Мы хотели бы, чтобы появлялись они в жилых микрорайонах. Ну и тем более развивать парки в старой части нашего города. Депутаты уверены, для комплексного решения проблем городских парков необходимо утвердить стратегию развития муниципальных парков культуры и отдыха на долгосрочную перспективу, определить финансирование и действовать поэтапно. Это делается самое главное во благо людей, для людей, для того, чтобы была возможность гулять с детками, проводить время, парки были зелеными. Конечно же, хочется все это видеть и смотреть, чтобы в нашем городе развивалась эта инфраструктура и реакреация. Решение о работе Управления культуры по развитию муниципальных парков будет принято на шестом заседании Ростовской на Дону городской думы 22 июня. Алена Бадр, Елена Сарксиан-Тагир-Хатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Ростовскому училищу Олимпийского резерва в этом году 50 лет. Праздничные концерты награждения прошли в областном доме народного творчества. В зале учащийся, тренер и уже прославленные спортсмены. А юные воспитанники готовы равняться на них. Я учусь 6 лет на отделении вольной борьбы. Недавно выиграла Спартакеаду ЮФО, первое место заняла, сейчас готовлюсь на Россию. Я стала на втором этапе Спартакеаде второй, меня отделил один балл всего лишь от финала, мне очень обидно. А так у меня есть и КМС, и по дзюдо, и по самбо. А в будущем я планирую получать мастера спорта. Хотелось бы, конечно, по двумя видам спорта, но больше всего хочу по самбо. За полувековую историю училище выпустило полторы тысячи педагогов по физической культуре и спорту. Но основная задача – подготовка спортивного резерва для сборных команд региона и страны по 19 олимпийским видам спорта и самбо. Всего за 50 лет воспитанники училища участвовали в 10 олимпиадах. 10 олимпиад, 102 участника, 63 медали, в том числе 23 золотые, 23 олимпийских чемпиона. То есть КПД полезного действия 60 процентов. Из 100 человек более 60 получили олимпийские медали. По-моему, это самый лучший показатель высочайшего качества работы этого коллектива. Сегодня для подготовки смартсменов на мировом уровне есть все необходимое. Спортивный комплекс с плавательным бассейном, тренировочные залы, единоборств, грибного спорта, фехтование, легкой атлетики, спортивные борьбы и художественной гимнастики. Ведутся работы по строительству крытого футбольного манежа. Теперь о валюте. По данным Центрального банка Российской Федерации курс доллара на сегодня 72 рубля 20 копеек, евро 87 рублей 81 копейка. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрыникова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова